МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Управление по делам ГО и ЧС отчиталось о происшествиях за прошедшую неделю. За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 555 сообщений. Открытый 40-й туристский марафон в памяти Екатерины и Юрия Ширяевых. Заканчивается первый круг. Сейчас мы спросим у наших спортсменов, какие у них ощущения. Девушки? Отлично. Нам осталось 14 кругов всего. 25 февраля в городской администрации прошло еженедельное совещание. Руководители ключевых организаций доложили об итогах работы за неделю и о предстоящих городских событиях. Заболеваемость респираторными заболеваниями в городе постепенно снижается. Тем не менее, некоторые анализы требуют более детального исследования в лабораториях. Об их результатах доложила заместитель начальника по медицинской части Ирина Крившева. Диагноз гриппа разрешается ставить только вирусологически подтверждённым. Мы отправляли на Москву 10 анализов из них, 6 пришли положительные. Один взрослый, остальные дети. Вирус гриппа свиной обнаружили. И два человека, два ребёнка, вирус гриппа группы В. Инженерная инфраструктура города эксплуатируется в нормальном режиме, без ограничений потребителей. А ближайшие события в городе отмечены спортивными и культурными мероприятиями. 4-5 марта состоится на базе культурно-оздоровительного комплекса Десна Олимпийские дни баскетбола. И 5 марта состоится возложение цветов и венков на деревнях Серебрянка и Куковка. А уже в это воскресенье, 1 марта, приглашаем всех жителей и гостей города на широкую Масленицу. Мероприятие будет проходить на территории городской летней эстрады с 12 до 16 часов. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГОЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС города Десногорска привлекались для проведения работ по вскрытию дверей один раз, по оказанию помощи скорой четыре раза. За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 555 сообщений, из них 148 ложных. Поступило отработано четыре просьбы от населения. 22 февраля прошел 40-й туристский марафон памяти Екатерины и Юрия Ширяевых. Ежегодное мероприятие традиционно привлекло немало любителей здорового образа жизни. Им предстояло преодолеть живописную дистанцию по территории города. Подробности далее. Утром 22 февраля в спортивном комплексе Десна началась регистрация участников на открытый 40-й туристский марафон в памяти Екатерины и Юрия Ширяевых. Из-за аномально теплой зимы традиционный лыжный марафон уступил место за бегу, принять участие в котором решили около ста спортсменов из Смоленска, Ельника, Рдымова, Рославля и Десногорска. Для некоторых подобный опыт не впервые. Раз в седьмой, восьмой не считал. Но беговой именно третий раз. То есть последний раз три года назад проводился и в четырнадцатом году. Мы еще бегали до источника два раза. После проведения инструктажа и разминки участники перешли на стартовую позицию, обратный отсчет и вперед покорять дистанцию. Три, два, один. Для всех был подготовлен один маршрут трассы, на котором в течение всего забега дежурили волонтеры. Участники бежали вдоль набережной, затем по тропе здоровья, а дальше по стадиону. Протяженность одного такого круга составляла два километра. Заканчивается первый круг. Сейчас мы спросим у наших спортсменов, какие у них ощущения. Девушки? Отлично. Нам осталось 14 кругов всего. Погода была отменная сегодня. И организация тоже. Для каждой возрастной категории своя дистанция – 6, 10, 20 и 30 километров. Восстановить силы можно было фруктами, сладостями, минеральной водой или горячим чаем. Первыми закончили бежать марафон юные спортсмены. Сложность дистанции каждый оценивает по-своему. Я сейчас бегала первый раз. Я бежала 6 километров. Было тяжело. Начал задыхаться на последнем кругу. Я много раз бегала в Смоленске, там 4 километра. Там сегодня 6 бегала. Ну, в принципе, было легко. Просто надо… Если один там держать, будет легче бежать. Все победители и призёры получили приятные подарки от комитета ППО САЭС. И, конечно, прекрасное настроение на несколько дней вперёд. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. Совсем скоро в Десногорске пройдёт итоговое голосование по выбору приоритетной территории для благоустройства по программе «Комфортная городская среда» в 2021 году. Ранее десногорцы отдали предпочтение трём городским участкам, которые нуждаются в ремонте в первую очередь. Это набережная у тропы «Здоровье», пешеходная зона во втором микрорайоне, а также спортивная площадка в третьем микрорайоне. Голосование будет проходить 28 февраля с 8 до 17.00. Подробности мероприятия и места его проведения можно посмотреть на главной странице с сайта администрации Десногорска. А теперь о погоде. 27 февраля в Десногорске пасмурно, небольшой дождь. Температура днём плюс 6, ночью 2 градуса выше нуля. На этом выпуск подошёл к концу. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работала Ксения Вьюшкова. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!